Господи Божий мой, на тяну повад, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, в воскресенье, в День памяти Святых Отцов Шести Вселенских Соборов, за богослужением читаются два евангельских зачала. Святым посвящается отрывок из Евангелия от Иоанна. Глава 17, стихи с 1 по 13. И чтение дня от Матфея. Глава 9, стихи с 27 по 35. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Иродьякона Отца Александра. Во время Оно, приходящую Иисусове по Нем, и до ста два слепца, зовущие и глаголюще, «Помилуйный Иисусе, сыне Давидов!» Пришедши же ему в дом, приступиста к нему слепца, и глагола «Има, Иисус!» «Верует ли, яко могу сие сотворите?» Глаголос ты ему ей, Господи! Тогда прикоснуся очью их, глаголя, «Повереваю, буди вама!» И отверзослся очи има, и запрети има Иисус глаголя, «Блюди-то да никто же увесть!» Он же исшедше прослависто его по всей земли той, тем же исходящему, сеприведоша к нему человека немобеснуема, и изгнану бесу проглагола немы. И дивишися народе глаголюще, «Яко не кали же явися таково Израиле!» Фарисеи же глаголоху, «О, князе бесовстим изгонит бесы!» И прохождаше Иисус грады вся и веси, уча насолмищих их, и проповедая Евангелие Царствия, и целя всяк недуг, и всяку язю в людях! Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В то время, когда шел Иисус, за ним следовали двое слепых и кричали, «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, и говорит им Иисус, «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему, «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал, «По вере вашей, да будет вам!» И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им, «Смотрите, чтобы никто не узнал!» А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить, и народ, удивляясь, говорил, «Никогда не бывало такого явления в Израиле!» А фарисеи говорили, «Он изгоняет бесов силою князя Бесовского!» И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Когда Иисус шел из дома начальника синагоги Иаира, то за ним последовали двое слепых. Они, конечно, желали исцелиться, а потому кричали, «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Ефимий Зигабен пишет, узнав о совершенных им чудесах и веруя, что Он есть ожидаемый Христос, о котором часто слышали. Они приходят и следуют за ним, крича, «Помилуй!» «Исцели!» Называют его сыном Давидовым, потому что они слышали также, что он должен произойти из рода Давида. Они кричат, чтобы оказать ему честь, потому что у иудеев это название было величайшей честью. Необходимо также отметить, что в течение многих веков иудеи ждали обетованного освободителя из рода Давидова, вождя и руководителя, который не только вернет им свободу, но поведет их к силе, власти, славе и величию. Возможно, эти слепые видели во Христе чудотворца, который поведет народ к свободе и к победе. Сам Господь, по-видимому, желая испытать веру кричавших и назвавших его сыном Давида, то есть Мессией, как бы не обратил внимания на этот крик. Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, и говорит им Иисус, «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему «Ей, Господи!» Получив утвердительный ответ на свой вопрос, Господь коснулся глаз их и сказал «По вере вашей, да будет вам». И произошло чудо. Митрополит Сурожский Антоний говорил, «Чудо – это момент, когда восстанавливается гармония, нарушенная человеческим грехом. Это может быть вспышка на мгновение, это может быть начало целой новой жизни, жизни гармонии между Богом и человеком, гармонии тварного мира со своим Творцом. В чуде восстанавливается то, что должно быть всегда. Чудо не означает что-то неслыханное, неестественное, противное природе вещей, но наоборот. Такое мгновение, когда Бог вступает в свое творение, и бывает им принят. И когда Он принят, Он может действовать в своем творении свободно. Когда же глаза слепых открылись, Спаситель строго сказал им, «Смотрите, чтобы никто не узнал». Причиной же, по которой Христос запрещал разглашать об исцелении, было Его смирение и нежелание, чтобы слава о нем распространилась и мешала проповеди. Борис Ильич Гладков отмечает, что Господь знал, что пораженные чудесами евреи могли провозгласить Его царем Израилевым, то есть признать Его не тем мессией, каким Он был, а каким им хотелось Его видеть. Поэтому Он всегда уклонялся от всяких поводов к провозглашению Его мессией и даже запрещал апостолам разглашать, что Он Христос. Поэтому-то Он запрещал и исцеленным рассказывать об их исцелении. Когда же прозревшие выходили из дома, как Господу привели немого бесноватого. Как жаждущие путники в пустыне спешат к единственному найденному источнику воды, так и люди, жаждущие здравия душевного и телесного, спешат ко Господу, источнику всех этих благ. Господь, видя веру людей, приведших немого бесноватого, исцеляет его. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. Святитель Иоанн Златоуст пишет, «Так как этот бесноватый, будучи не в состоянии говорить, не мог просить ни сам, ни через других, так как бес связал его язык, а с языком и душу, то Господь не спрашивает его о вере, но немедленно исцеляет от болезни». Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, напоминают нам о том, что наша молитва должна быть соединена с твердой верой. Самое же главное в стяжании такой веры это чистота человеческого сердца. Ведь присутствие Божие мы познаем не только внешними чувствами, но, что более, смиренным сердцем, наполненным доверием к Богу. И тогда Господь по своему милосердию и по нашей вере может сподобить нас чудо и ввести в свое вечное царство. Если мы еще, не видя красоты и славы Царствия Небесного, будем стремиться к спасению и просить Господа просветить нас Его светом. Помогай нам в этом, Господь! Господи, Божий мой, на тебя уповад, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok